МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырычкина. Новогодние праздники наконец завершаются. Началась нормальная рабочая неделя. Впрочем, пока большинство гуляло, некоторым пришлось работать. Как сработали, обсуждали на еженедельном совещании у главы республики. Праздничная программа была очень насыщенной и включала не только новогодние представления у елки, заметил министр культуры Вадим Ефимов. Все государственные театры подготовили премьерные спектакли. И начиная с 23 декабря по 6 января, а театр «Кукол» по 12 января, организовали и провели новогодние представления у елки с показом премьерных спектаклей. В Чувашском государственном театре оперы и балета 25, 29, 30 декабря 2013 года состоялись республиканские новогодние представления для детей. Театр представил премьеру музыкальной сказки Андрея Галкина «Дюймовочка». В каникулы работали и все музеи. Большинство подготовили специальные программы. Немало интересного узнали и посетители библиотек. Словом, год культуры начался соответствующим образом. Кстати, официальные торжества по случаю его открытия в Чувашии пройдут в пятницу в Театре оперы и балета. Активно участвовали жители Чувашии в спортивных мероприятиях. Всего их прошло около 400. А на призы в декады здоровья откликнулись в общей сложности свыше 330 тысяч человек. Руководители других министерств и муниципалитетов также сообщили, что все запланированные мероприятия выполнены. И, к счастью, никаких чрезвычайных происшествий за время каникул не произошло. Однако, заметил председатель Госкомитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров, поводы для беспокойства все же есть. За этот же период на территории Чувашской республики зарегистрировано 55 пожаров. За аналогичный период прошлого года был 51 пожар. Рост на 7,3%. В огне, к сожалению, погибли 7 человек. За аналогичный период прошлого года тоже было 7. В ближайшее время сотрудники противопожарной службы намерены обойти все домохозяйства с профилактическими целями и просят жителей адекватно реагировать на эти меры. Михаил Игнатьев также поздравил всех журналистов с Днем печати. Глава республики отметил, что при стремительном развитии информационных технологий задачи органов власти и СМИ остается доведение до граждан объективной и справедливой информации. Анастасия Алексеева, Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В середину января зима только начинает вступать в свои права. И, похоже, она застигла врасплох автомобилистов. За прошедшие выходные в Чувашии зафиксировано более десятка ДТП. Не обошлось и без погибших. За эти выходные у нас произошло 15 ДТП, которых 6 человек погибло и 22 получили различные травмы. Причиной, в первую очередь, явилось, наверное, то, что водители потеряли навыки управления, и первый же снег, который способствовал этому, вот, привел к таким последствиям. В 15 дорожных происшествиях за выходные пострадали люди. Кроме этого, за один только субботний день было зафиксировано 75 мелких ДТП. А субботним утром в двух авариях погибли 4 человека. Около 8 часов на въезде в Новочебоксарск на улице Промышленная на встречной полосе десятка столкнулась с Hyundai Accent. В результате столкновения 3 человека погибли. Примерно через полчаса произошло еще одно лобовое ДТП на трассе Вятка. Недалеко от базы отдыха заимка. Водитель молоковоза не справился с управлением и на встречной полосе влетел в Митсубиси. Водитель Митсубиси, который ехал со стороны Новочебоксарска, от полученных травм скончался на месте. Водителя молоковоза с различными травмами доставили в Чебоксарскую районную больницу. В Новочебоксарске маршрутка сбила пешехода прямо на зебре. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. С завтрашнего дня продолжится российская региональная программа авиаперевозок. Первый рейс в этом году, согласно расписанию, состоится в Самару. В этом году перевозчиком назначена авиакомпания «Акбар Сайра». Из столицы Чувашии в Самару самолет будет отправляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 8.35. Прибытие в аэропорт Самары в 10 часов. В обратном направлении воздушные суда будут курсировать в те же дни. Вылеты Самары в 10.55, прибытие в Чебоксаро в половине первого. Полеты будут выполняться на легком одномоторном самолете общего назначения «Цесна-208 караван». Сегодня в России отмечается День журналиста. Без людей этой профессии мы бы не знали, какие события происходят в стране и мире, как живут в других странах и многое-многое другое. Газеты, журналы, телевизионные программы – и вот плоды их творчества. День российской печати отмечается ежегодно 13 января. В 1703 году по указу великого царя Петра I в свет вышла российская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти, случившихся в московском государстве и в иных окрестных странах». Впоследствии газета издавалась то в Москве, то в Санкт-Петербурге и постоянного названия не имела. Называлось то «Ведомости», то «Российские ведомости», то «Московские ведомости». В Советском Союзе от царского наследия решили отступить и объявили Днем советской печати 5 мая. Однако в 1991 году празднику была возвращена историческая дата – 13 января. Кстати, несмотря на то, что у радио и телевидения есть свои профессиональные праздники, именно вне печати мы все солидаризируемся и чувствуем, что делаем общее дело. Мы поздравляем коллег, читателей, слушателей и зрителей и желаем им свежих новостей и актуальной достоверной информации. Почти 20 лет художник Александр Симаков писал картину «Продотряд в Чувашии», посвященную революции 1917 года. Она заняла центральное место в его персональной выставке «Художник Симаков и дети». На этой выставке можно было увидеть и картины-летописи строительства Чебоксарского тракторного завода. Оценить творчество живописца выехала наша съемочная группа. Я люблю детей. Я всю жизнь с ними занимаюсь. Мне нравится. И тем более нравится, когда дети одаренные музыканты или вообще изобразительным искусством. Я просто боготворью. И они мне дают вдохновение. И они мне дают всевозможные направления в творчестве. Я просто наслаждаюсь, когда общаюсь с детьми. Александр Симаков – член Союза художников России, живописец, работающий в классическом жанре. Его произведения можно увидеть в музеях Чувашии, в Третьяковской галерее и частных коллекциях Италии, Германии, Болгарии, Англии, США и Китая. Выставку «Художник Симаков и дети» в Чебоксарах организовали в честь его 75-летия. Всего здесь представлено 100 работ. В экспозицию вошли и конкурс на рисунки детей. Мы решили вот эту тему, совместить наши предки и преемственность поколений, то, что проходит выставка нашего члена, нашего партнерства, нашего близкого друга Александра Симакова, художника, который являлся членом жюри, председателем жюри нашего конкурса. И так мы совместили его персональную выставку и выставку детских рисунков. Тоже очень символично, что детские рисунки перекликаются с творчеством маститого мастера. Одна из последних работ художника – картина «Подотряд в Чувашии». отображающая события революции 1917 года. Люди и действия на картине реальные. Изображено село Комсомольское 1918 года и знакомые из жизни художника. Пожилой солдат, молодой солдат, выступающий командир. Революцией выступали все и старый млад тогда. Нерожденный и на Чувашской земле художник часто обращается к истории чувашского народа. Сейчас он работает над серией картин «Течет река Волга». Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Ну а Чуваши сегодня отмечают национальный праздник Сурухури. В переводе на русский язык – овечья нога. По преданию, в старину незамужние девушки выходили в хлев и ловили овец. Такой вот необычный обряд помогал узнать цвет волос будущего мужа. Удивительно, но о древнем обряде не забыли до сих пор. В некоторых чувашских деревнях на овцах гадают и сейчас. А с сегодняшнего дня по улицам начнут ходить ряженые. Они будут стучаться во все двери и пугать людей. Считается, что так дома очищаются от злых духов. Почитатели чувашской культуры собрались сегодня за одним столом, который ломился от угощения и домашнего пива. Давним традициям старались следовать даже в зале ресторана. Чтобы Новый год приносил счастье и достаток, по полу рассыпали горох и орехи. Песни исполняли тоже со смыслом, причем не только на гармоне, но и на чувашском народном инструменте, который изготовил известный мастер Николай Фомеряков. А накануне Нового года был выпущен календарь. На его страницах отметили все чувашские старинные праздники. Всего их 20. Сурхури – первые по счету. Приехали на торжества и гости из Москвы – представители чувашской диаспоры. Наша история идет в глупяков, и мы должны сосредоточить свое внимание на то, как мы раньше выживали, то есть с кем общались, как наше государство, например, называлось, и откуда наши корни. Многие россияне тоже отмечают Старый Новый год. Собираются за праздничным столом, дарят подарки. Кто-то обходит торговые центры в поисках презентов, а кто-то готовит их своими руками. Участникам акции национального телевидения «Волшебная елка» тратить деньги не придется. Они могут все сделать сами. Участники конкурса должны были проявить фантазию своими руками подготовить новогодние сувениры. В конкурсе участвовали дети, а также их родители. Победители получили игрушки и сладкие подарки от партнеров акции. Игрушки на конкурс готовили в разные техники, стиле и любого размера. Церемония награждения проходила на Красной площади. В каждой работе чувствовались настроения ребенка, его творческая фантазия, умение владеть красками, вязальными спицами и крючком, превращать обычную бумагу в необычную игрушку. В результате получились забавные снеговики, елочные шары, золотые рыбки, мягкие игрушки, способные украсить любую елку, придать ей очарование, вдохнуть детскую непосредственность. Сотворить чудо для победителей конкурса «Волшебная елка-2014» нашему телеканалу помогли самые настоящие волшебники, партнеры акции. Частное охранное предприятие «Броня», страховая компания «Чувашия Мед», акционерное общество «Хлеб», стоматологическая клиника «Лидер Дент». Я в канале «Чувашия Мед», нашла конкурс и решила в нем участвовать. Вместе с моей сестренкой я сделала новогодние елочные игрушки в виде смешариков, крош и новый персонаж смешариков и гукоша. Я сделала новогоднюю елочку, она сделана из картона чертиных ниток. Я в нее добавила для украшения, я в нее добавила новогодние шарики и гирлянду. От имени группы компании «Броня» я от себя поздравляю всех жителей и взрослых, и детей с наступающим Новым Годом. Пусть этот год принесет всем нам благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет поплатить их в жизнь. Пусть в каждой семье царит мир и взаимопонимание, а любовь близких людей согревает нас в любую минуту. Команда Чувашской республики заняла первое место на чемпионате по Болжье по легкой атлетике. Достойно на этих соревнованиях выступили юниоры. Сборная разместилась на второй позиции, уступив команде из Татарстана. Золотые медали чувашские легкоатлеты завоевали в более чем 15 дисциплинах. Не упустили наши спортсмены и кубков главы республики, которые были разыграны также в Новочебоксарске. Екатерина Блескина лидировала в беге на 60 метров с барьерами. Арина Юманова в соревнованиях по спортивной ходьбе. Чем еще запомнится первый легкоатлетический старт Нового года, расскажет Дмитрий Ковалев. Чувашия дала старт всей стране. Очередной зимний сезон многие спортсмены начинают именно в нашей республике. Соревнования получили новый статус. Теперь они всероссийские. Сюда приехали более 800 легкоатлетов. С каждым годом количество участников увеличивается. Данный вид соревнований, он вошел в календарь Министерства спорта России, Федерации по легкой атлетике Российской Федерации. И сегодня приехали не только регионы Российской Федерации, спортсмены с Белоруссии, с Украины. Как и в прошлом году, за кубок главы Чувашии сражались и именитые легкоатлеты. В республику приехали настоящие звезды королевы спорта. Среди почетных гостей олимпийская чемпионка Анна Чичерова. Правда, в этот раз она не борется за почетный пьедестал, а поддерживает участников чемпионата со зрительской трибуны. Сказывается недавно полученная травма. Я уже приступила к тренировкам, делаю все, что могу. Надеюсь, что к чемпионату Европы в Цюрихе я буду в хорошей форме. А вот чемпион Олимпиады в Лондоне Иван Уков в Чувашию приехал только за золотой медалью. Своим конкурентом он не оставил шансов. После взятой планки 2 метра и 35 сантиметров он замахнулся на высоту, которая принесла ему победу на Олимпиаде. Здесь она тоже оказалась досягаема. Уже признанный лидер мирового сезона попытался улучшить личный результат. В прошлом году он преодолел высоту 2 метра и 40 сантиметров. Планка нового сезона на сантиметр выше. Собственный рекорд Ивану Ухову не удалось побить, хотя многие на это надеялись. Улучшить свой результат спортсмен сможет только на следующем чемпионате мира. Сначала сезона нехватка напрыганности, может в течение сезона получится. На самом деле это просто результат, он ничего не дает, а чемпионат мира уже покажет. Мне еще на него с умом надо отобраться, как вы сами знаете, какая у нас конкуренция в России. Далеко вперед от своих соперников оторвалась и бронзовый призер чемпионата Европы Марина Арзамасова. Первый старт в очередном сезоне оказался удачным. На дистанции 800 метров она финишировала первой и завоевала главный кубок. Это такой тренировочный забег, но все равно я так переживала, волновалась, все-таки первый старт, забыла немножко, как все это бегается. В забеге юниорах победу праздновали хозяева чемпионата. На пьедестал почета поднялись только спортсменки из Чувашии. Теперь из резерва они отправятся на престижные турниры. Я рада, что заняла первое место, но результат, конечно, слабый. Я думаю, что на первенстве России результаты лучше. Всего же на соревнованиях было разыграно 16 комплектов наград. Для многих спортсменов эти медали стали первыми в этом году. У большинства ликоатлетов еще будут шансы пополнить копилку. Материй Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика. Сразу после информационного выпуска Республика смотрите интервью с министром культуры Вадимом Ефимовым. В программе по существу будут говорить о годе культуры, который объявлен в 2014. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова